В ожидании школы или обещанного ждут не один десяток лет. Об одной из самых насущих проблем на Эльминоса – строительстве нового здания для местной школы – говорят много. И на разных уровнях. А воссы ныне там. Новую школу больше учеников ждут родители, которые не хотят, чтобы их дети жили в интернатах вдалеке от родного дома. Старшее поколение нельмячам твердо уверено – дети должны получать среднее образование, не выезжая за пределы поселка. Когда в Эльминосе появится новое современное школьное здание, выяснила наша съемочная группа. Для Анастасии Вылки так называемая школьная проблема – одна из самых насущных. Мама пятерых детей с содроганием сердца ждет того времени, когда предстоит отправлять детей на учебу в другой населенный пункт. Самая старшая дочь покинет родной дом уже через три года. У меня пятеро детей, и я бы хотела, чтобы у меня дети учились бы здесь до 11 класса. Здесь же до 9 класса у нас, и получается, что потом дети уезжают. Те, кто хочет продолжить обучение и получить среднее полное образование, после 9 класса отправляются в Наринмар или в Тельвиску. Живут в пришкольных интернатах и только на каникулах могут вновь увидеть родителей. У нас тут 9 классов. Потом едут в Тельвиску учиться, но не все. Некоторые тут остаются. Это чтобы в Тельвиске учиться, надо же поддержку какую-то иметь. А без поддержки это не то. Это в Красном, может, сейчас будут это брать. Это в одно время брали же в Красное, да, наших школьников. Там ребята у нас учились. Вот как закрыли ангельскую школу, вот и пошло. В общем, ребят жалко, конечно. Построить школу в поселке пытались несколько раз. Первая попытка закончилась фундаментом. Этот кирпичный недостроющий в начале 90-х должен был стать просторным и светлым зданием для образовательного учреждения. Завершить начатое не позволили финансовые трудности. Вторая попытка осталась на бумаге. В 2011 году Заполярный район, в чьи полномочия тогда входило строительство на селе, разработал проект по возведению школы в поселке. В прошлом году документ вместе с полномочиями перешел в округ и был признан устаревшим. Разрабатывал в свое время проект Заполярный район в 2011 году. Она составляла, вместимость ее составляла 170 человек. На сегодняшний день, по данным департамента образования, вместимость должна быть 110 человек. То есть проект подлежит переработке полной. И в связи с тем, что он морально устарел, и в связи с тем, что потребности в местах намного меньше. Устаревший проект, не соответствующий потребностям поселка, это еще полбеды. Строительству школы, как и в начале 90-х, вновь могут помешать финансовые трудности. Дефицит окружной казны вынуждает расставлять приоритеты, планируя строительство дорогостоящих объектов. На сегодняшний день первоочередных мероприятиях – это детский садик по улице авиаторов, школа по улице авиаторов, также детский садик в Неси и ряд других объектов. В них на сегодняшний день школа на минусы не входит. Впрочем, в необходимости нового здания для поселковой школы нет никаких сомнений. По словам Михаила Фомина, объекты здравоохранения и образования сегодня остаются в числе приоритетных. По информации Департамента образования, в соответствии с региональной программой о создании новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденной постановлением администрации округа, начало строительства школы на 110 мест в поселке Нельминос с корректировкой проектной документации запланировано на 2018 год. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.